Весною у Ведновчанки Валентины Печенкиной возникла идея организовать благотворительную акцию в поддержку ребят из школы-интерната города Донецка. Когда-то женщина и сама была воспитанницей учреждения, не понаслышке знает, как непросто расти без родителей. А сейчас, когда в регионе тяжелая обстановка, ситуация в интернате нестабильная, поэтому поддержка в виде вещей и продуктов просто необходима. Все средства ДНР выделяются сейчас на армию, а что касаемо интернатов, это такие крохи, минимально то, что там им выделяют. То, что собрали люди, неравнодушные жители Видного, как всегда, они себя показывают с наилучшей стороны, очень отзывчивые наши люди, очень добродушные, всегда помогают. Вообще, я обожаю наших видновчан. При поддержке руководства Видновской дирекции киносети и лично депутата Павла Русакова акция состоялась. Символичные коробки установили в некоторых подъездах старой части города Видное и в здании учреждения. В благотворительном проекте участие успели принять не только неравнодушные жители, но и крупные предприниматели округа, а также спортсмены мотобольной команды «Металлург». Коробки эти переполнялись очень приятно, крайне быстро. Мы только успевали что загружать, и склад забился мгновенно. Да, это сложно, да, и время непростое, но общими усилиями, объединяясь, мы должны помогать тем людям, которым эта помощь необходима. И желательно, чтобы это была не просто абстрактная какая-то помощь, а это была адресная помощь. За время проведения благотворительной акции удалось собрать более 50 коробок с необходимыми товарами. Здесь и продукты питания, в частности сладости для детей, одежда и обувь, средства личной гигиены, игрушки. Все это на днях отправилось адресатам. Сначала заедем в Луганск, навестим на передовой бойцов, а уже потом дальше мы поедем непосредственно уже в Донецк, там нас будут встречать. От дороги мы готовы к любым ситуациям, как бы нам бояться нечего. Мы едем с Богом, с верой, в том плане, что в поддержку наших бойцов, в поддержку наших детишек, именно в помощь нашему младшему поколению, те, которые воспитываются в детских домах, те, которые ждут от России, от неравнодушных жителей Ленинского городского округа. В планах у организаторов продолжить благотворительную акцию и расширить ее масштабы.